Приветствую! За последние две недели получил массу звонков и сообщений с очень похожим вопросом. Мне позвонили из ТЦК ИСП и сказали явиться. Должен ли я являться в таком случае в ТЦК ИСП? То есть вопрос связан с чем? Вопрос связан с порядком призыва. И сейчас, как мы видим, массово людей обзванивают сотрудники ТЦК ИСП и приглашают явиться, собственно говоря, к ним для обновления данных. Вопрос, должен ли человек явиться по повестке, которая по телефону, да, как это по-другому назвать, повестка по телефону. И какая будет ответственность, если он не явится? Этот вопрос законодателям урегулирован. Есть у нас закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Есть правила воинского учета, которые утверждены постановой 1487. Так вот, и там, и там говорится об одном и том же. Человек должен явиться по вызову начальника ТЦК ИСП, который оформлен в виде повестки. Повестки, как бумажного документа. Форма повестки, напомню, также утверждена постановой 1487. И мы подробно разбирали эту форму. Ссылочка на видео вот. Так вот, друзья, повестка по телефону не предусмотрена нормативно-правовыми актами. Соответственно, ваша неявка по этой повестке не грозит никакой ответственностью. Даже административной ответственности не будет, даже административного штрафа, не говоря уже о том, будет ли уголовная ответственность за неявку по такой повестке. Что бы вы ни думали, что это сугубо мое мнение, да, что это я придумал, я так вижу законодательство, в описании к данному видео я оставлю ссылочку на свое же видео, где я разбираю приговор. Оправдательный приговор по статье 336. И вы сможете посмотреть сам приговор, и да, и ссылочку на сам приговор тоже здесь оставлю, чтобы вы могли зайти и посмотреть, что суд говорит по поводу вызова по звонку. Так вот, там оправдательный приговор основан в том числе и на том, что суд сказал. Повестка, вызов военнообязанного по телефону не предусмотрен законодательством. И вы, дорогие представители ТЦК и СП, должны действовать сугубо в тех рамках и сугубо тем способом, который предусмотрен законодательством. Если повестка по телефону не предусмотрена, значит все, никакой ответственности для человека быть не может. И он не обязан явиться по такой повестке. Друзья, если вы считаете, что данное видео вам полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще много полезных видео о правах человека. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока-пока.